Уже больше недели в Люберцах, в Доме офицеров, работает Центр поддержки семей мобилизованных люберчан. Здесь консультируют и принимают гуманитарную помощь. С работой Центра ознакомился глава округа. Организационные вопросы позади. Центр работает в полную силу. За столами волонтеры, учащиеся и студенты, перед которыми поставлены две задачи. Первая – прием звонков. Основная наша тема, тема сейчас, которой мы занимаемся, это консультирование и помощь семям мобилизованных. Ну и, как правило, там консульционного характера вопросы. Люди задают, спрашивают. Мы стараемся включаться в каждый отдельный взятый кейс и его решать. Второе направление – прием гуманитарной помощи. Елизавета Лувьина – студентка Люберецкого техникума имени Гагарина. Девушке нравится работать с людьми. Разные вещи всякие, книги приносят, разные продукты, много всего. Не с пустыми руками пришел и глава округа Владимир Волков. Он передал несколько пакетов с продуктами. Главное условие – они не должны быть скоропортящимися. Издаем. Так все происходит. Сейчас мы запишем. Волонтер записывает данные посетителя и отправляет продукты или вещи на склад. Под него отвели часть помещения. Вера Михайлова – репетитор. Пришла, чтобы предложить безвозмездно свои услуги детям из семей мобилизованных. Мой предмет – математика. Так что готова позаниматься с ребенком, у которого папа или брат. Кто-то ушли на нашу и своего. Потому что очень тяжело все это сейчас воспринимать. Центр работает ежедневно. С 10 утра и до 5 вечера. По словам волонтеров, люберчане приходят и звонят часто. Вопросы отрабатываются те, которые связаны с детьми, с питанием, с выплатами, с помощью информационной. Нужно найти определенного призывника. Нужно передать какую-то информацию. То есть здесь оказывается поддержка информационная по любому направлению. Очередная партия гуманитарной помощи будет отправлена на областной пункт сбора на этой неделе. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.